Около 35-40% населения являются носителями легких и средних психических патологий, тяжелых не более 4-5%, куда входит и деменция. Медики стараются использовать термин «тяжелое когнитивное нарушение», чтобы избежать лишних негативных ассоциаций, рассказывает врач-психиатр Дмитрий Романов. По его словам, заболевание касается не только пожилых, как принято думать, но и молодых. Причин много. Чаще всего это проблемы с сосудами, которые нарастают с возрастом. В последнее время добавился и ковид. Одной из частых причин возникновения деменции являются сосудистые поражения головного мозга, например, при атеросклеротической болезни. Деменция развивается в связи с опухолем головного мозга, в связи с тяжелыми интоксикациями, в связи с паразитарными поражениями головного мозга. Ковид очень похож на другие тяжелые вирусные инфекции. Они в этом плане ведут себя одинаково, вызывая множественные поражения в организме, не только в легких, задрагивает многие системы. Практически всегда в патологический процесс вовлекается головной мозг. Как и в случае с другими болезнями, важна ранняя диагностика. Насторожить могут рассеянность, трудности с концентрацией внимания, плохая память, невозможность решать новые задачи. Определить симптоматику помогут беседы с врачом и экспериментальные методы, которые разрабатывают патопсихологи. Медицина не стоит на месте, и врачам сегодня есть, что предложить. В середине прошлого века действенных лекарств, которые бы помогали решить эту проблему, практически не было. Но в конце прошлого века, особенно в новом веке, активно разрабатывается почти два десятка класса препаратов, которые с разной степенью доказательности продемонстрировали свою клиническую эффективность в плане уменьшения симптома деменции. Однако нужно проводить профилактику и самостоятельно. Кажущиеся наивными советы по поводу того, чтобы держать себя в интеллектуальном тонусе, решать кроссворды, систематически прибегать к решению каких-то новых интеллектуальных задач, это тот минимальный вклад, который сам человек и его родственники могут обеспечить в плане профилактики услуглений проблем. Еще один совет медиков меньше тревожится, поскольку стресс тоже влияет на работу мозга. У человека повышается уровень кортизола, кортизол повышает уровень тромбоцитов, тромбоциты, тромбы, закупорются мелкие сосуды. Если проблема с кровоснабжением головного мозга, то, разумеется, будет человек все забывать. В первую очередь нужно понимать, что человеку, чтобы он жил долго и счастливо, должна быть некая цель в жизни, для чего он это делает. Тогда у него будет и стимул заниматься собственным телом, собственным здоровьем, тогда у него будет стимул развивать мозг. По словам специалиста, для профилактики когнитивных заболеваний важно использовать все, что улучшает сердечно-сосудистую систему. А это физические нагрузки, ходьба, правильное питание, самоконтроль и регулярные медобследования. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Сергей Баскин. События.